Hello people! Сегодня будем обшивать стояк канализацией и изолировать его от звука падающей воды. Значит сначала нам нужно сделать каркас из профилей для гипсокартона. Нам нужно вот эти две УД прикрутить на стену. Для того чтобы знать куда их крутить нужно сделать разметку. Разметку удобнее всего делать по лазерному оси по строителю. Проводим одну линию так чтобы между трубой и линией было примерно 4 сантиметра. Потом переставляем прибор перпендикулярно на вторую стену и тут тоже отмечаем такую же линию. Разметку можно сделать разными способами. Можно поставить одинарные отметки, а можно отбить сплошную линию малярным шнуром. Итак, разметка у нас есть. Нужно закрепить по ней направляющие профиля. По-русски это называется ПН 28 на 27 миллиметров. Латинское обозначение УД. Здесь у нас везде бетон, поэтому будем крепиться дюбелями пластиковыми. Размер 6 на 40 с бортиком. Шаг дюбелей примерно 30 сантиметров. Пыльные работы закончились, сверлить больше негде, поэтому перфоратор можно убирать. Теперь нам надо поставить периметры. Нижние, вот здесь, вокруг трубы. Снизу и сверху. Сверлить у нас тоже здесь негде, поэтому периметры будут держаться просто у стены и между собой на углу. То есть первый профиль у нас вот такой, с вырезом. Мы его вкручиваем вот так вот сверху, крепим на саморез вот здесь. А второй профиль также у стены крепим и накладываем на вот этот вот лепесток. Периметр у нас полностью готов. То есть к потолку мы не крепимся, только по стенам и на углу. Внизу тоже самое. По стене и на углу. Перед тем как установить угловой профиль, тоже направляющий, нужно замотать трубу изоляцией. Для изоляции используются тоже разные материалы, вплоть до автомобильных. И рулонные есть, типа линолеума, есть мягкая такая пенка, что угодно есть. И ковер ТЗИ даже можно использовать. Из экспериментов и бытовых случаев выяснилось, что лучше всего изоляция, которая не промокает. Потому что в многоэтажных домах это часто бывает, что вас все-таки затопят когда-то. И вот когда вас заливают сверху, вся эта пенка, ватин и все прочее набирает воду в себя. К тому же не чистую воду, а грязную. И все это потом остается внутри и воняет, плесневеет, грибок появляется и все такое прочее. Поэтому изоляция должна быть желательно не промокаемая. Хороший вариант это минеральная вата, упакованная в полиэтиленовые мешки. Она заворачивается вокруг трубы и крепится на стяжки. Это конкретно стяжки 50 сантиметров. То есть вот оно. Получается такое одеялко непромокаемое. Звук глушит хорошо. Можно использовать и вату даже акустическую, что угодно. Это такой недорогой вариант и с хорошим результатом. В общем заматываем вот эти вот маты вокруг трубы внахлест один на другой. Ну примерно наполовину вот так вот. Горизонтально они идут. И вот так ступеньками заматываем всю трубу. Готово. У меня ушло на высоту примерно 2,79 упаковок и 20 стяжек. Теперь можно поставить один угловой профиль и горизонтальные перемычки из СДшек. Для одной стороны. Для другой наверное будем использовать УД профиль с лепестками. Торцы профиля вертикального крепим в направляющих с двух сторон. То же самое снизу. Затем устанавливаем перемычки с шагом 40 сантиметров. И выравниваем профиль по вертикали с помощью лазера и линейки. На каждой перемычке должно быть одинаковое расстояние. Затем ставим перемычки с другой стороны. С одной стороны готово. Выравниваем вторую сторону. Здесь перемычки другого вида. Тут у нас СДшки, потому что они вставляются в профиль торцами. А здесь у нас нужно или прикрутить закладную, чтобы поставить такую же СДшку. Или использовать другой профиль для самой перемычки. В данном случае это УД профиль с лепестком. Врезается именно боковина и донышко. Остается одна боковинка с другой стороны. Для того, чтобы не было вот этого рельефа. Чтобы не было нахлёста рельефом на профиль. Чтобы не горбатился картон. Боковина плоская и дает минимальный перепад. Вставляем, закручиваем от стены сначала. И потом внешний край также ровняем под лазером. Может возникнуть вопрос. А почему бы не делать все перемычки из СДшек? Зачем нужны вот такие УДшки? Ну, тут у нас две причины. Первая это то, что это просто мусор. Мы их достали из отходов и используем по назначению. Чтобы ничего не выбрасывать. А во-вторых, нам не нужно делать стык на профилях. Как в случае с полосками по метр двадцать. Тут у нас длинная полоса на два пятьдесят. И стык со следующим куском уйдет просто в потолок. Вот у нас уровень потолка здесь идет вот так. Под ригель. То есть стыков у нас, видимых, с этой стороны не будет. Обычными торцами. А там, где вот по СДшкам пойдут стыки, у нас есть полоски на метр двадцать. Вот и все. То есть у нас есть и то, и другое. И мы все пускаем в дело. Зашиваем гипсокартон. Сначала полосу сбоку. Потом с другой стороны. Готово. Упаковали трубу. И спрятали ее в короб из гипсокартона. Ну и дальше у нас будет потолок. Но это к коробу уже не относится. Поэтому наше видео заканчивается. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok